АРТ ПАРОВОЗ АРТ ПАРОВОЗ То есть есть концертные площадки, которые, ну, морально, скажем так, устарели Такие площадки, как Дворец Республики, Дворец студентов С мягкими снячьими стульями, о которых я уже говорил не раз Они просто не соответствуют духу времени Народ сейчас по-другому потребляет концертное действие, концертное шоу И ему нужно массу всяких других полезных сервисов и штук Для того, чтобы он был доволен и с удовольствием ходил на концерты Так вот, концертных площадок реально нет Современных, таких, которые бы отвечали требованиям времени А те, о которых вот пишет Константин Что буквально в 2015 году в прошлом открылось восстание площадкой на 11 500 тысяч зрителей А сейчас открывается в Алма-Ате на 12 тысяч Они, на мой взгляд, положение вообще не спасут Дело в том, что на самом деле артистов, которые могут собирать здесь у нас, в Казахстане По 10 тысяч зрителей и больше, фактически нет Ни в России, ни в дальнем зарубежье Возьмите последние крупные привозы, скажем, мировых звезд Это были тур Армин Ван Бюрен И также Казахстан участвовал в туре группы Лимбискет Ни тот, ни другой не собрали даже по 5 тысяч зрителей Ну и чего толку, что у нас появились площадки, которые могут вместить 10 тысяч плюс зрителей Если нет артистов, которые могут их собрать Продакшн дешевле не станет То есть, если на 5000-й дворец спорта в Алма-Ате нужно было, ну, условно, 50 кВт звука То на большой дворец спорта 12 тысяч нужно будет 100-120 Все равно есть удорожание по продакшну А по сборам билетным, ну, я не думаю, что это прямо будет вот так, ах, как хорошо Второй причиной, по мнению московских продюсеров, как пишет Константин Является то, что в Казахстане концертный рынок убили купонаторы сайты Которые продают билеты и другие товары и услуги с большой скидкой Я не думаю, что у купонных сайтов есть такая сила для того, чтобы убить концертный рынок Концертный рынок, по моему мнению, убили все-таки цены За счет дорогих цен на продакшн, аренду оборудования, перелеты, гостиницы, проживание питания Конечно же, себестоимость концертов у нас в Казахстане гораздо выше И именно это, на мой взгляд, подкосило концертный рынок Который и так был довольно-таки слабенький В силу отсутствия концертных залов Вот той первой причиной, о которой мы говорили Так что всерьез говорить о том, что сайты купонаторы убили концертный рынок Ну, бог с вами, я думаю, что при всем моем нежелании сотрудничать с этими сайтами На это они не способны Далее, московские продюсеры считают, что в Казахстане необходимо Профессиональное агентство по продвижению событий Ну, давайте вспомним, обратимся к истории Насколько я помню, несколько лет назад создавалось агентство Известной пиарщицей Жанны Прошкевич, которая, в общем, занималась этим же У нас есть агентство по продвижению событий, Е-Ивент И ни одно из них, по сути, не может взяться за эту работу Почему? Потому что, как мне кажется, организаторы концертов Не готовы за это достойно оплатить И в итоге продвижением концертов занимаются всякие профессионалы-одиночки СММщики, которые в последние 3-4 недели перед концертом Создают странички в социальных сетях и пытаются якобы что-то там делать Ну, это несерьезно, и, на мой взгляд, до тех пор, пока за эти услуги мы не научимся платить Концертные организаторы не научатся платить Таких профессиональных агентств по продвижению событий, ну, наверное, не случится И третьей причиной, почему в Казахстане стагнирует концертный рынок Как тонко подметили московские промоутеры Это то, что казахстанские агентства не берут сервисный взнос за свою работу Что это такое? То есть, если билетный концерт стоит, например, 1000 тенге То в той же России стандартный сервисный сбор это 10% И билет начинает стоить 1100 тенге Я вам хочу сказать, что действительно, ни одно казахстанское билетное агентство Насколько я знаю, сейчас не работает по системе сервисных сборов Мы все работаем по номинальной стоимости И наша средняя процентная ставка, она колеблется, в общем, в разных пределах Ну, примерно от 3 до 10% Эти деньги билетное агентство получает с организатора концертов То есть, на самом деле, сейчас ни одно билетное агентство не делает сервисного сбора Тогда как в России давно уже все это стало устоявшейся практикой На самом деле, мы обсуждали вот среди с коллегами уже этот вопрос Но на самом деле, не пришли пока к единому мнению И на сегодняшний день все казахстанские билетные агентства работают по номинальной стоимости Конечно же, если бы у билетных агентств было больше оборотных средств Для того, чтобы мы могли давать рекламу на свои мероприятия Как-то продвигать эти события и так далее Это, конечно, было бы хорошо Но это бы дало еще раз удорожание конечной стоимости билетов Я думаю, что может совершенно по-разному вложиться ситуация То есть, если кризис еще больше грянет То, возможно, сервисный сбор все-таки появится в Казахстане И мы бы этого очень хотели Но пока, на самом деле, этого не происходит Вот такие вот ТСС, писал Константин Горожанкин, побывав на Moscow Music Week И совершенно не случайно Но это чисто, на мой взгляд, по-моему В этот же день руководитель большого интернет-холдинга Рамиль Мухаряпов В который входит самый известный, пожалуй, купонный сервис Чоколайф Тоже разразился постом на своей странице На который сказал, что, ну вот Некоторые тут, мол, пишут, что еще и купонаторы Подрубили концерт на гастрольный рынок Казахстана Я согласен с Рамилем Конечно, нет Купонаторы этого сделать не могли Однако Рамиль пишет, что организаторы концертов Реально смотрят на тех, кто занимается продвижением событий И такие вот классные, нормальные, хорошие, профессиональные организаторы Идут в купонные сервисы и продают билеты там Ну вот, на мой взгляд, здесь как раз-таки собака зарыта Я бы так сказал Дело в том, что, на мой взгляд, в купонные сервисы Обращаются два вида организаторов Первые действительно знают, что они делают И они отдают свои билеты за несколько месяцев до начала концертов В самом начале, в самом старте продаж Отдают их в купонные сервисы Для того, чтобы реально воспользоваться мощью рекламной поддержки этих сервисов То есть порекламировать свое мероприятие И тем не менее дать основным фанатам возможность купить билеты заранее Со скидкой, например, там 20, ну может быть даже 25% Но есть ведь и другие организаторы Которые за неделю, за две, когда понимают, что шапка горит И пора что-то срочно делать и что-то менять Несут свои билеты в купонные сервисы И продают их со скидкой в 50% Ну вот, когда вы видите, что до концерта осталось совсем немного И вот появляются вот такие вот чудовищные скидки в 50% И типа покупайте, покупайте Вы подумайте головой, что это за организаторы Вообще состоится концерт А будет ли там нормальный свет и звук То есть если у людей нет денег и нет продаж билетов Может быть стоит действительно задуматься А что там происходит вообще Есть там, действительно будет ли качество И будет ли, привезут ли они вообще этого артиста Вот, на мой взгляд, где зарыта собака И куда можно смотреть в отношении концертно-гастрольной деятельности И купонных сервисов, я с ней уже говорить об их сотрудничестве И вот Рамиль пишет, зачитаю А пользователи идут туда, где они не будут переплачивать дополнительную комиссию билетным агентствам Которые вдруг решили дополнительно срубить бабла на ровном месте Как я уже сказал, ни одно билетное агентство в Казахстане Не работает с дополнительной комиссией на билеты Мы все работаем по номинальной стоимости И та комиссия, которую мы получаем, находится внутри стоимости билета И взимается с организаторов концерта Я думаю, что Рамиль написал это потому, что Ну, просто не сильно глубоко в теме, которая здесь происходит Вот такие билетные дела, ребята Смотрите за объявлениями, смотрите на цены на билеты И вы сами, включив обыкновенную простую житейскую логику Поймете, что где происходит и где покупать билеты С вами был Александр Нужный Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова